Такая масштабная видеоконференция в наркоконтроле проводится впервые. На связи все субъекты Российской Федерации. Здесь руководители наркополиции со всей страны и главы муниципалитетов, которые на деле являются председателями антинаркотических комиссий в своих городах. Сотрудники управления и чиновники в идеале должны работать в связке. Оперативники пресекают преступную деятельность. А вот профилактика, реабилитация и прочие мероприятия – это забота общая. Мы чувствуем, что какой-то муниципальный район каким-то образом не выполняет какие-то решения, в том числе областной антинаркотической комиссии, в том числе какие-то планы не выполняют, которые они запланировали, то мы их вызываем, опрашиваем, запрашиваем и требуем ответа. Потому что, наверное, власть, я повторяю и не побоюсь этого слова, должна быть властью. Главный доклад на видеоконференции зачитал Виктор Иванов, председатель Государственного антинаркотического комитета. Он пояснил, что со следующего года субъекты федерации и муниципальное образование обязаны самостоятельно проводить мероприятия по реабилитации наркозависимых людей. Не обязательно организовывать реабилитацию себя в районе или городе. Даже наоборот, важнейшим условием успешной реализации является дистанцировать место прохождения программы от постоянного местожительства. В стране сегодня уже создаются мощные реабилитационные сети, которые принимают у себя бывших наркопотребителей со всей страны. Таким образом, с наркоманией на федеральном уровне предлагают бороться сообща. Кстати, свою лепту в это нелегкое дело внести может каждый уже сейчас. С этой недели стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью». Телефоны и вся необходимая информация есть на сайте Ивановского управления. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.